Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас интереснейший репортаж. Как вы думаете, с кем? А вот с ним, с Фотием, Иеромонахом. Так что пошли в ГДК, зададим Фотию пару интересных вопросов. Отец Фоти, как сильно изменилась ваша жизнь после победы в Голосе? Ну, жизнь, в общем-то, всегда имеет свои какие-то полосы. Я думаю, что наступила, может быть, красная такая полоса. Неспроста брать голос в таких красных декорациях всегда и символике. Я думаю, что для меня это и испытание славы, наверное, потому что я монах. И для меня непросто быть публичным человеком одновременно. Никогда не был публичным человеком. Ну, может быть, когда-то снимал свои блоги, писал что-то в соцсетях, но это я не считаю публичностью. Жизнь поменялась тем, что я, конечно, стал любимцем большого количества зрителей. И я вижу эту любовь, когда приезжаю в разные города России. География у меня очень большая. Я учусь. То есть для меня это еще и школа быть человеком публичным. Учусь выступать, учусь относиться как-то к зрителю, потому что я знаю, что это непростая задача, потому что тебя одаривают таким количеством любви, что здесь сложно не зазвездиться. И вот, наверное, в этом смысле жизнь, конечно, поменялась. Как вы себя чувствуете в шоу-бизнесе? В шоу-бизнесе? Я бы не сказал, что это шоу-бизнес тем, что я занимаюсь. Это похоже, да, потому что есть гастроли, есть график какой-то. Но я не считаю себя частью шоу-бизнеса, потому что настоящий шоу-бизнес, он выглядит совершенно иначе. И там совершенно другой нокаут страсти, градус такой популярности. У меня нет практически на телевидении. Я не снимаюсь в каких-то рекламах, да, во мне не пишут желтые газеты. То есть у меня очень достаточно тихая концертная деятельность. Я выступил и вернулся в монастырь. И, в общем-то, нет вот такого вот постоянного бурного темпа, как у настоящих звезд. А какой у вас сейчас церковный статус? И можете ли вы по нему иметь жену? Нет, конечно, потому что иеромонахи не могут иметь жены, в принципе. Когда ты стал монахом, всё, у тебя закрыты двери к семейной жизни. Но я сам себя не считаю семейным человеком. Я думаю, что это не моё, и я бы не справился, если бы я не ушёл в монастырь. А если можно, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с детским голосом. Что там сейчас происходит? Ну да, вот сейчас меня много раз спрашивали разные издания. И вот тоже хотят какой-то комментарий. Потому что знают, что у меня тоже было много голосов, когда я участвовал и победил. И что такой вот разрыв. Не кажется ли это странным, да? Ну, на моём примере это не странно, потому что люди голосовали за меня и как за священника, и как за певца. И, может быть, голосовали против других, то есть от обратного. Да, что не за них, а вот за меня. Может быть, их не столько поразил голос, сколько образ, и, может быть, моя манера подачи вокальная. Ну, что касается данной ситуации, то я был обескуражен тем, что увидел. Я не знал, что это дочь Алсу, пока не прочёл комментарии уже после финала. Я смотрел его в прямом эфире и был удивлён, как так получилось. Потому что я вот уже был уверен, что сейчас, через несколько минут, станет победителем Ержан Максим. Потому что он очень круто пел. Перепел Лару Фабиан с такой качественной постановкой, прямо как профессионал. И я был 100% уверен, что вот победитель. Потому что у меня мурашки были, честно говоря. Это редкость. И нельзя сейчас травить девочку только лишь потому, что у неё родственники богатые. Мы пока не знаем всей ситуации, не знаем правды. Идёт расследование, капитетные органы занимаются независимым расследованием и будут подсчитывать, и будут смотреть эту программу, которая подсчитывает голоса. И мы тогда узнаем. Сейчас пока не стоит входить в грех осуждения. Будем пока ждать такую ждательную позицию взамен. Я думаю, что для всей России победитель известен. Вы являетесь активным пользователем соцсетей. Вот скажите, пожалуйста, являетесь ли вы подписчиком типичного Обнинска? Нет, но теперь буду, если мне ссылочку найдите. Надеюсь, и вы на меня подпишитесь. Спасибо большое. Да, вам спасибо за интервью.